Ну что, друзья, всем привет, с вами, как сказать, я, Мистер Клауд, и сегодня я вам покажу в этой замечательной игре, ну, в принципе, она замечательная, но, скорее всего, не стреляет, потому что достаточно сложный порог вхождения в эту игру. Конечно, здесь есть визуальное программирование, но оно достаточно сложное, по сравнению с тем же StormVox, хотя, в принципе, если привыкнуть, то, в принципе, можно и тоже нормально заморочиться. И поэтому я сегодня, ребят, покажу, как поставить простейшую машину, которая будет есть, поворачивать. Надеюсь, друзья, это облегчит вам порог вхождения в эту игру. Будем строить какой-то обыкновенный пикап, для этого нам понадобится, собственно говоря, обычный куб, и с обычного такого куба мы потихонечку и начнем, друзья. Как я уже говорил, мы будем строить пикап, и начнем, вот, наверное, с капота. Зажмем, наверное, клавишу Ctrl, выберем направление, давайте посмотрим. Так, выберем еще раз направление, не в эту сторону, выберем еще раз направление, вот такой у нас получится капот. Очень жалко, ребята, что в игре нельзя клонировать девайса, хотя написано, что можно, подождите, можно, ребят, все, отбой, отбой, все, клонировать можно, только я его неправильно заклонировал. В итоге, друзья, немного помучившись, мы получаем вот такой пикап, это у него будет капот, это у него будет, типа, стекло, это у него будет сиденье стоять, можем сразу его поставить. Нам нужен docking station, и поставим его тоже правильно, в правильное направление, давайте, допустим, здесь будем где-то слева. Топа, да нифига не будет видно, давайте посмотрим, сколько будет нифига не видно, так, нажимаем, ну да, надо как-то эту штуку сделать прозрачнее, чтобы было нормально видно. Поэтому, что есть очень важная проблема в этой игре, то, что в игре почему-то нельзя включить вид от третьего лица, по камере, я до сих пор кнопки так и не нашел, друзья. Поэтому желательно вот это стекло сделать каким-то образом прозрачным. Поэтому, ребята, я взял обычную панель window, и вот поставил вот такой вот стекло, давайте посмотрим, как это смотрится, так, переходим в режим, ну, в принципе, будет нормально более-менее кататься. Сделаем в нашей машине вот такие вот фары сзади, вот такие вот фары, ребят, спереди, это делать очень легко, нажимаете tab, выбираете LED, и у вас есть LED фары. Собственно, это не фары, это просто LED лампы, и есть также обычная лампа, давайте я вам тоже покажу, вот она обычная лампа, но можно, в принципе, использовать LED, который очень легко настраивается, с помощью боковщики E, вы на это заходите, нажимаете color и выбираете любой цвет, какой-то вы хотите, у меня будет спереди ксенон стоять, немножечко потемнело, сзади у нас будут стоять вот такие красивые тоже фары. Что нам, друзья, осталось? Нам, ребят, осталось сделать колеса. Мы можем использовать не сервоприводы, мы можем попробовать использовать, кстати, есть подвеска, вот такая прикольная, она какая-то такая извращенская, или мы можем использовать вот такую штуку, называется Single Exit Joint, то есть это штука, которая, собственно говоря, даст нам угла. Как видите, я вот этой штукой могу полностью управлять, вот так, как хочу, и вот это очень хорошо, то есть я могу спасать нужные мне данные, и мы будем подвесить колеса. Вот в теории здесь. И сюда мы уже поставим с вами обычный мотор, вот таким вот образом. Эту штуку нам бы хорошо скопировать, но копировать можно, по-моему, только по-одиночке. Давайте посмотрим. Ага, на целом блоком копировать, ребят, шикарно. Ставим пока сюда, эту диатачим, эту удаляем. В принципе, ребят, к управляюм привыкнуть можно, вот так, как видите, я более-менее как-то уже справляюсь. Вот, ребят, таким образом у нас получается две поворотные оси, и плюс на каждой из них мотор. Но, ребят, мы будем дальше клонировать эти штуки, потому что я хочу оставить, ну, чтобы они более-менее одинаково смотрелись. Поставим примерно еще вот сюда. Одну. И тоже нам нужно будет ее поворачивать, потому что она копируется уже без поворота. Давайте, по-моему, так сделать. Действительно, мы угол здесь поставим, ну, ноль поставим, чтобы она была нормальной, чтобы она больше не поворачивала. Все, друзья, теперь все нормально. Теперь заходим в колеса и ставим на эти моторы колеса. Наверленько на середину поставить, чтобы здесь все красиво смотрелось. Так. Вот, этими задними штуками мы не будем поворачивать, нам нет смысла это делать. Ну, можно, конечно, делать, полностью полноуправляемую, но делать это, ребят, не будем. Теперь, друзья, чтобы полностью запограммировать нашу тачку Нам нужно с вами что сделать? Нам нужно с вами зайти на таб Найти такую штуку под названием Ну, она называется кеточка, по-моему, да? Ну, контроллер он называется Вот мы его нашли И тоже куда-нибудь его засунуть Ну, давайте с вами куда-нибудь сбоку Неважно, куда его поставите Без этого контроля вы не сможете набрать буквочку Q То есть в режиме программирования И запограммировать то, что вы там наставили, друзья Просто офигеть В первую очередь, наша задача сделать то, чтобы вот эти вот штуки Поворачивались влево-вправо Давайте посмотрим Первый поворотный механизм у нас будет в положительную сторону Это будет влево поворачивать, получается А с этой стороны этот механизм называется номер 2 И он тоже поворачивает, наверное, в минусовую сторону Влево, да Это нужно, ребята, запомнить Теперь, ребята, заходим в программирование Находим нашу докинг-станцию Ставим докинг-станцию Тикер нам пока что не понадобится Пускай здесь валяется И находим наши поворотные механизмы Вот они Первый и номер 2 Два поворотных механизмов Хотя, ребята, я говорю, что вы гоните музыки А она вот появилась Музыка, я сейчас слышу, это очень хорошо Теперь, ребята, что нам нужно сделать? Нам нужно настроить вот эти клавиши лево, вправо Лево нажато, лево отжато, вправо нажато Давайте зайдем слева Вот наши action point Давайте настроим первую клавишу, поворачивание влево Вот она нажатая, нажимаем Делаем ей тип данных, нам нужен номерной тип данных И ставим обычный номер Допустим, пускай повернется там, в принципе, от 0 до 90 Это угол поворота Давайте зайдем в 45 угол поворота И вот эту штуку при нажатии налево Добавляем вот сюда Нам нужен target rotation Вот сейчас он будет 0, но, кстати, по умолчанию мы поставим 0 Это максимальная скорость вращения Собственно, когда же поворота на колеса Это максимальный крутящий момент вращения А это мощный фактор, то есть, насколько она быстро будет, видимо, поворачиваться Соответственно, друзья, при нажатии кнопки Нам нужно сделать так, чтобы, соответственно, поворотный механизм Вращался на место, поэтому ставим здесь значение 0 И добавляем туда же Вот, туда же Давайте проверим, будет ли это работать, потому что я не уверен, честно Так, нифига я не вижу Но поворачиваю, видите, тень меняется То есть, все, ребята, работает, видите Вот там вот плохо видно, но Поворачивает Хорошо, только я боюсь, что наша машина как-то слишком низко сидит И затем будет проблема, нет? Потом, в принципе, можно будет поставить подвеску Это не проблема сделать Просто покажу режим программирования, чтобы вам было интересно и понятно, как это дело работает Но, ребята, вот у нас есть загвоздка А загвоздка, ребята, в том, что нам нужно сюда, на второй же импоинт, подавать минусовое значение Для этого, ребята, нам понадобится какая-то хрень, которая будет выдавать минусовое значение То есть, надо будет какую-то функцию Давайте поищем функцию Нам нужна, наверное, математика Математикэкспрэшн, давайте вот сюда И будем подавать минусовые значения Будем умножать на минус 1 Так, мы сейчас подаем V1 Здесь делаем так, что V1 То есть, мы пишем формулу, да? Умножаем на... В скобочках, наверное, поставим на минус 1 Теория должна работать, но это не точно Вроде не ругается, не знаю И подаем на target rotation Здесь ставим 0 Чтобы колесо было сразу в нуле И в теории, колесо будет, типа, поворачиваться, соответственно, в нужную нам сторону Давайте проверим так ли это Правда мы не увидим, скорее всего, опять будет что-то мешать Вся проблема в том, что здесь нет третьего лица Давайте посмотрим Как-то можно как-то понять Я не уверен, что там поворачит Потому что я не вижу, что поворачит ли там Но в теории должна Но когда мы ржавим, нам нужно нулевое значение в любом случае Поэтому мы с вами ставим напрямую уже без математического вычисления Вот сюда ставим В теории, колесо должно обратно возвращаться Но это, как всегда, ребят, не точно, вы же не знаете Должна же быть в игре камера, это же так неудобно Господи, боже мой Я даже напишу ему вот фидбэк Фидперсон камеры Потому что я даже не знаю Ну супер неудобно Я вот не знаю, поворачивание кольцо не поворачивает Но скорее всего, должна поворачивать Ладно, не суть важно В принципе, я надеюсь, что поворачивает Ага, я вышел, а эта, смотри, повернулась, а эта нет Возможно, ребят, проблема в том, что нужно поднять сигнал вот сюда тоже Чтоб она начала исчислять в теории Давайте посмотрим Да, ребят, все работает, да, нам нужно вычисление Как видите, колеса повернуты в нужную нам сторону Значит, все работает Значит, клаут немножечко гине Грубо говоря, здесь, конечно, в принципе, привыкнуть можно к этому программированию Но на самом деле у меня есть вопросы к этому программированию Ладно, идем, ребят, дальше Нам теперь нужно, соответственно, сделать направо повороты Чтобы она право поворачивала, но было совершенно по-другому Поэтому, ребята, при правом нажатии мы ставим, соответственно, сюда минус 45 И опять же подсоединяем туда же Здесь у нас получается при отжатии будет тоже 0 Ставим 0, должен быть 0 Соответственно, мы подсоединяем право так же, как подсоединяем математику Все И, соответственно, вот это нулевое значение на отжатии должно быть вот здесь вот Вот видите, очень много связей получилось, капец просто Не знаю, но это должно работать Давайте посмотрим Правая сторона работает Сейчас выйдем из док-санкции, проверим Да, все работает, как видите, все классно Все, теперь у нас есть система поворотов Теперь нужно заставить двигатель двигаться вперед Это тоже очень просто сделать Заходим в режим программирования У нас есть клавиши вперед, у нас есть клавиши назад Также работают по такому же принципу Здесь все клавиши работают по такому же принципу Я так понимаю, Action 1 и Action 2 это клавиши 1, 2, 3, судя по всему, скорее всего, будут А также есть клавиши C, судя по всему, тоже Мы смотрим наши моторы Вот они, наши моторы Давайте их отдельно выведем сюда Причем, ребят, для удобства вы можете делать так Вы можете объединять их в группы смотреть Допустим, вы хотите обънить группы Есть label Вы вот так вот ставите этот label Вот, и вы можете так вот сделать Для удобства программиров明, визуально Вы можете вот так вот раздвоить, расширить Вот таким-то образом Здесь нажать заголовок Написать, что это управление моторами Допустим, моторы, комментарии Мотор, мотор И знаем, что это упалили моторами Клавное, ребят, что упалили моторами Нам нужно некто мотор сами инвестидировать Потому что у нас мотора стоят в зеркале И некто мотор будет просто противоположно Крутиться Нам нужно что делать? Нам нужно подать При нажатии, опять идём, в принципе, на обычное значение номерное Давайте, значит, моторы работают по следующему принципу Они делают количество оборотов в секунду То есть нам нужно, то есть градусов в секунду Получается, чтобы мы ехали в секунду, допустим, на 180 градусов Поворачить вперёд будем, поставим А чтобы затормозить при отжатии, нам нужно ставить значение 0, соответственно Давайте попробуем движение вперёд сделать Я, правда, не уверен, какие моторы нужно инвентировать Подключаем, друзья, на Target Speed Всё это вот это дело Жалко, что нельзя с Ctrl наделать, нужно вот так вот вручную каждый Вот, таким вот образом подключить на Target Speed И, соответственно, когда будем нажимать вперёд У нас будет поддаваться значение Target Speed Я сейчас вам покажу, как она работает Здесь она не написана, но если мы выйдем, если почитаем на моторах Давайте зайдём Здесь написано, видите, градусов в секунду, стоит 0 Давайте попробуем ехать Знаю, что сейчас будет Да, надо какие-то моторы инвентировать Я, правда, не знаю, какие-нибудь Ага, боковые, да, нужны? Так, что у нас здесь? Этот мотор называется просто мотор Этот мотор называется мотор 4 Всё, понял Значит, мы заходим сюда Инвертируем мотор 1 и мотор 4 Инверт Мотор 4, инверт В теории сейчас будет всё нормально работать Вот Ну вот такая скорость такая получается Можно даже поворачивать Смотрите, машина полностью едет Нажмём назад Мотор не останавливается Самое, что прикольное Давайте нашу машину переместим Потом мы куда-то тут вырезаемся Постоянно неудобно Так, машину ставим сюда Кашу сюда А вот эту штуку, интересно, можно удалить Которая здесь стоит изначально? Ага, хрен удалишь, как говорится Как видите, все моторы крутятся в правильную сторону Машина едет И у нас полноприводная машина Система поворота Вот максимально просто мы сделали Повернули налево Единственное, что я не знаю, как остановиться Потому что я живу назад А, я же не подключил, наверное, да? Давайте посмотрим Проблема, ребята, в том, что я просто не подключил Forward Unpress Поэтому мы подключаем forward То есть на отжатии у нас будет скорость 0 Давайте подключим сюда Все будет работать Это мой фейл Сейчас все Сейчас должно все работать Все, видите, не едет Нажимаем газ Едет Отпускаю Не едет Нажимаю газ Едет, поворачиваю Давайте больше скорости сделаем Тут что-то как-то мы очень медленно катаемся Давайте поставим, допустим, скорость в 360 градусов Повороты Поехали Поворачиваем направо Все работает, друзья, смотрите Машинка полностью класс Наш пикап готов Мне кажется, как наш работ долбится Постоянно Но все работает Газ спускаете Замедляется Можно делать задний ход Это уже не проблема Задний ход делается максимально просто Нам нужно с вами просто На нажатии назад Поставить минус 360 На отжатии у нас будет получается 0 Клавиши И поставим абсолютно туда же Игра это позволяет делать Без проблем То есть, в принципе Не так сложно программист Как я поначально думал Тут, в принципе, можно Никакой разобраться Но Конечно, можно было бы Делать получше И попроще Я сильно на игру наезжал Но я зря на игру наезжал Давайте здесь нулевые На отжатии Сделаем так Ну, в принципе Привыкнуть можно Нормально Хотя в Storm'е, конечно Делаем немножко попроще Давайте посмотрим Задний ход у нас будет Задний ход есть Отжимаю Едем вперед Отжимаю Едем вперед Нажимаю, едем вперед Отпускаю и тормозим Нажимаю назад Едем назад Отпускаю и тормозим Все, полностью сделана машина Изи просто Просто изи Вот такой, ребята Небольшой туториал Как сделать простейшую машину Здесь вам было полезно Не ставьте лайки Подписывайтесь на канал С вами был Клава Всем спасибо, ребят Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok